мы изучили сначала параболические операторы потом гиперболические операторы и у нас остался такой совсем маленький кусочек по гиперболическим оператором я сейчас напомню мы получили с вами уже функцию грина для волнового уравнения мы получили в трехмерном случае она была такая g от r t штрих т штрих равняется тета от t минус т штрих дельта вот r большое минус t минус т штрих это просто расстояние от точки наблюдения до точки источника эта функция мы говорили называется запаздывающей функции грин напомню мы с вами когда решали эту задачу мы сначала с легкостью нашли ее фурии образ в омега к представление а потом нам надо было обратно к времени вернуться к человеческому ну и мы жали в омега плоскости какой-то интеграл посчитали а тут оказалось два полюса и мы никак не могли понять как нам эти полюса обходить точно через них идти нельзя значит надо чуть-чуть приподнять или чуть-чуть при опустить контур и вот я нарисовал тогда контур который внизу замыкается а второй случай не нарисовал вот второй случай а на контур наверху замыкается это вот ты меньше нуля я вот сейчас нарисую мы знаем что когда ты меньше нуля там ты это т минус т штрих интеграл точно должен быть равен нулю чтобы она была запаздывающей поэтому надо их вот так обойти я вот так вот нарисую ну просто можно просто приподнять контур можно полюса опустить добавить немалую минимуму часть книжках три способа объяснить это есть разные но смысл тот же самый чтобы что во первых нужно какое-то физическое соображение просто решая уравнение мы никак не узнаем как уходить полюса будем стоять смотреть на этот бесконечно высокий полюс и не поймем с какой стороны его обходить а вот если физические соображения привлечь мы сразу догадаемся есть другая опережающие функции грина то есть она вас математической точки зрения совершенно равноправно потому что волновое уравнение у нас 2 порядка по времени там тэна минус то можем не глядя поменять и все уравнение будет также справедливо но нет такой физической задачи который какой-нибудь там ток и заряд появился эффект от них поле изменилось раньше чем они появились такого никогда не бывают поэтому они вроде равноправно но с физической точки зрения вот это вот запаздывающих функций грина как раз и та которая нужна теперь когда мы уже ее получили у нас если есть такое уравнение доломбериан у равняется от рт то решение этой задачи пространство где-то там на бесконечности все бывает правильно у от рт будет даваться таким интегралом интеграл ж от рт ф от рт штрих ф от р штрих это обычная функция грена первого рода вы видите как она выглядит она зависит от р большое все столько от модуля расстояние от того что делается на волновом фронте от волнового фронта расширяется только от этого все зависит но действительно смотрите у нас здесь дельта функция и мы один из этих интегралов из четырех можем сразу взять по дт штрих равняется что мы по времени с помощью дельта функции интеграл вот и вот у нас пол в ответ вошло не то время которое мы наблюдаем а более ранний момент времени ну если здесь размер на филисер делить на 60 и тут когда сигнал еще чтобы сигнал зашел вот поэтому более ранний момент времени только влияет заряда или токи то что правой части стоит уровня нет массу на электрические поля выравнениях акустики там что от давления какие-то внешние соответственно это тоже украдка давление и плотность там указан функция грин тоже самое вот это вот называют запаздывающий потенциал наверно не надо объяснить почему он запаздывающий еще на данном такую задачу решить пусть у нас а фат рт а давайте это за примером фат рт равняется 4 пи на дельта функцию от р минус ро от т траектория вот частицы движется по закону ротта заряженная щит из вот такой вот такая плотность заряда рог вот самую эту роб отставляем правую часть металлевых вы смотрим какой будет потенциал тогда это просто уравнение на потенциал скалярные там стоит 4 пирог какой-нибудь правой части просто точечного заряда который движется по заданному закону равномерно риска и него по произвольному закону ротта просто поставляем вот сюда вот интеграл для запаздывающий потенциал получаем что у от рт равняется интеграл 4 пи дельта функция от р штрих минус ро от т минус р большое 4 пи дельта функцию можно бы использовать для того чтобы взять интеграл штрафмер на дельта функции трехкратный интеграл все все берется но аргументе стоит не просто р штрих более сложный аргумент нам надо сначала замену переменных сделать р штрих минус ро от т минус р пусть это будет кси новые переменные ну и нам надо декси под р штрих вот такой такой и кабин преобразование вычислить смотрите будет декси давайте не так давайте каких-нибудь координатах что ли это сделаем давайте пусть ро у нас равняется какой-то момент времени ро 0 0 доля фи икс направлено тогда dy dz вообще преобразовать не надо а только вот dx там дельта функции дадут единичку в интегралах а вот x надо преобразовывать значит их штрих минус рог от т минус корень из x x минус x штрих квадрате плюс y минус y штрих квадрате плюс z минус x штрих квадрате вот это вот равняется кси 1 ну вот посмотрим что продифференцируем здесь будет dx штрих на единице минус смотрите рост . здесь стоит производная рог по своему аргументу а теперь это надо еще по dx штрих продифференцировать будет x минус x штрих разделить на корень квадратный из x минус x штрих квадрате плюс y минус y штрих квадрате плюс z минус z штрих квадрате равняется dx1 вот что будет вот он якобиан единицы минус рост . на x минус x штрих делить на корень давайте посмотрим здесь был минус потом единицы на два корень и два этих еще здесь стало вот и и другой раз еще минус x штрих под x штрих да вот от этого должен знак поменяться то есть вроде вроде бы ровно один раз нет вот еще вот здесь минус стоит нет вот мы его учли здесь минус 3 минуса минус остался да 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 правильно вопрос правильно это надо проверять на таких листах люди обычно всегда и ошибаются ну вот смотрите теперь мы из этой системы координат уйдем был видим что здесь стоит раз ро было только по x то здесь стоит скалярный пример ровно на р вообще-то интеграл же опять вернемся к векторной записи который вариант системы координат у нас получится что этот интеграл равняется единица единица а здесь будет стоять единица минус ро вектор с точкой на р делить на р вот р вектор это x минус x штрих проекция на вектор ровно р в знаменателе это корень квадратный из x минус x 3 квадратных а остальные по игре козет интеграл уже взялись можете считать и равны единице ну вот осталось еще сократить получается единица на р минус рог с точкой вот это и есть это самое называется потенциал енорда вихерта вот у вас наверно это в теме излучения электродинамики было как и у нас сейчас она тоже в конце семестра есть толком то есть всегда не успевает против а снова вы понимаете откуда-то берется если строго так этой функции green а для гиперболических операторов и вот на этом маленьком кусочке мы заканчиваем тему гиперболические операторы вообще не стационарные уравнение и нам еще осталась одна маленькая тема которая прямо нельзя сказать что это функции green а это нечто другое но тем не менее связаны очень сильно с функциями green а называется на резольвент тема сегодняшней лекции резольвента резольвента как вы помните это просто а з комплексный параметр чаще всего лямбду пишут но лямбду у нас занято под собственные значения мы не можем здесь писать лямбду поэтому я написал z z какой-то комплексный параметр и мы с вами на семинарах по крайней мере проходили первом семестре резольвенту для конечномерного пера для матрицы а вот резольвенту для дифференциального оператор повода не было она рассказать а она очень нужна она используется в теории россии не вообще везде где только может вот давайте поговорим про задачу на собственные значения значит первый пункт дискретный неправильный спектр ну давайте не про резольвенту а прям про оператора будем говорить а пси лямбда равняется лямбда на пси лямбда задачи на собственные значения какие бывают операторы ну давайте начнем самого простого оператора просто матрица пример 1 а матрица сын в цен а такой линейный оператор который разображает сердце такая комплексная матрица как найти решить задачи на собственные значения вот и мы знаем в этом случае надо сначала написать характеристическое уравнение лямбда е минус а такой определитель равняется нулю у этого в определителе этого от лямбда будет поленом нт степени у него по основной теореме алгебры н корней это есть собственное значение ну собственно вектор и там тоже по известной процедуре находится в этом случае это ну совершенно ясно что-то дискретный спектр то есть эти все лямбды и ты приближат сигма п дискретный спектр ну или говорят точечный п это точка вот у нас есть n точек на комплектной плоскости вот это есть весь спектр если уже оператор например ремитов то и тогда не на комплексной плоскости она действительно и си лежат вот весь спектр вот и все счастье давайте более сложный пример рассмотрим когда есть дифференциальный оператор есть конечный отрезок пример 2 а равняется минус d2 под x дважды x это отрезок от нуля до l при этом все от нуля и все от l равно нулю пусть у нас нулевые граничные условия ну как струна там закреплены концы ну тут мы знаем ответ да лямбда надо написать равняется k в квадрате и уравнение будет такое psi 2 штриха плюс k в квадрате psi равно нулю мы знаем что тут есть синусы и косинусы но чтобы в нуле был ноль надо синусы только оставить пси равняется синус к р к икс а теперь пси от нуля уже точно равно нулю а пси от l это синус к р равняется нулю отсюда что следующее что к н 3 равняется пи и н делить на р ну вот отвесно лямбда и собственное значение и в квадрате инф квадрате разделить на р в квадрате вот они собственном значении на что не дискрет н и правда уже не конечно же всего штука их бесконечно счетное число столько столько стулька натуральных чисел только собственных значение Но они все равно друг от друга отделяются. Это называется точечный или дискретный спектр. Вот теперь самое интересное. Давайте L устремлять к бесконечности. Пример 3. А тот же самый минус до 2 под X дважды. А X теперь принадлежит ко всему множеству вещественного числа. Ну и Psi на бесконечности достаточно быстро убывает. То есть Psi принадлежит к L2. Ну или там строго пишет L2 отвердо. Ну Россия действительно Россия. Они там интегрируем вместе с квадратом вот такие хорошие функции. Ну опять давайте обозначим L2 за К в квадрате. Получится такое же уравнение. Psi 2 штриха плюс К в квадрате. Psi равно 0. На бесконечном отрезке, пожалуйста, мы же знаем, что Psi первое равняется синус КХ. Ну или синус и косинус, или E в степени КХ, да можно вот так. Psi второе равняется E в степени минуса КХ. Вот вам функции. Что-то плохого. Все знают эти функции. Но они не убывают вместе с квадратом. Квадрат модуля от них, если начать интегрировать, так интеграл будет расходиться. Они не принадлежат им. И что нам с этим делать? Делают вот что. Составляет волновой пакет. Пси большое от Х равняется интеграл W от К. Пси катая от Х по ДК. От минус бесконечности до бесконечности. То есть, какую-то функцию W от К. Какую-нибудь там узкую, широкую. И с ней интегрируют. Много-много плоских волн интегрируется. И получается пакет. Давайте посчитаем этот интеграл с какой-то функцией. Вот такой вот. W от К равняется ε делить на π разделить на k минус k0 в квадрате. Это пример. Можно другие функции брать. Плюс ε в квадрате. Это что такое? Это Лоренцовский контур. Не колебательного контура вы его учили. Для спектральной линии, для всего. А мы его учили в первом семестре. Это допредельное выражение дельта-функции. Если ε внустремить к нулю, вот прямо при такой нормировке единицы на π, получится дельта-функция в пределе. Потому что площадь по этой штукой равна единице. Если разделить на π, π это интеграл. Артангенс это π пополам, минус π пополам. Все вместе π как раздаст. Вот давайте с таким весом проявляем. Сибольшой фротекс. Амереть интегралы, плюс бесконечность и бесконечность. f степени икx, ну минус икx так же считается. Да. А ε делить на π, на k минус k0 в квадрате, плюс ε в квадрате. По dk. Ну давайте плоскость этого переменного к комплексного нарисуем. Ну и мы, многие увидели, что здесь k0 плюс и ε, но k0 минус и ε. Два полюса есть. Вот у нас k0, вот у нас k0 плюс и ε, а вот здесь вот у нас k0 минус и ε. Ну вот контур интегрировали. Что надо с этим интегралом делать? Ну, правило замыкания, это дело арифметики, как мы знаем. И зависит, видите, от того, от этого экспонента, на какой полуокружности она мала. А это зависит от знака координаты x. Когда x больше 0, то надо положительное мнимое значение, то есть надо замыкать сверху. Вот я так нарисую и напишу здесь, что это x больше 0. А второй рисовать не буду в случае. Фигурная скобка. Е в степени k0x минус εx. Надо k0 плюс и ε добавить. Плюс, когда будет минус εx. Когда x больше 0, это все. Дальше, здесь будет стоять ε делить на π. Здесь надо 2 на k минус k0, то есть 2 и ε будет. Надо продифференцировать знаменатель, поскольку это простой полюс, чтобы вычет найти. Ну, еще 2π на вычет. Вот это лишнее здесь. Здесь надо помнить, что x больше 0. Ну, мы видим, что здесь все сократилось. Е, и даже π, и даже двойка. Все сокращается. Вот это все просто. Другой случай. Е в степени. Надо взять и k0, минус и ε. Когда x меньше 0, будет и k0x плюс εx. ε делить на π. 2 от минуса и ε. А здесь 2π тоже с минусом будет. Потому что мы, когда снизу обходим, то мы обязаны с минусом брать интеграрию. И минус вычет. Мы в неправильное направление. Правильное направление, напомню, когда по левую руку наше препятствие... Это когда x меньше 0. Тут тоже все сократилось, потому что знаменательный знак сменился, потому что в другом полюсе вычет. Ну, и в числителе сменился, потому что не в том направлении движемся. Ну, и можно, смотрите, это можно написать разом, уже без фигурной скобки. Ответ такой. Е в степени и к 0x минус ε на модуль x. Эта формула всегда справедлива. И πx больше 0, и πx меньше 0. ε положительным мы считаем. Вот что получилось. Эта функция уже нормальная, хорошая функция, она уже лежит в l2. Итак, у нас есть... Берем ε сначала там 1 десятый, 1 сотый, 1 тысячный. Такую последовательность строим уменьшающихся положительных ε. У нас все функции, которые будут получаться, будут из l2. Но их предел не будет из l2. Если мы дельта-функции сюда поставим, проинтегрировать, как раз, ну, будет вместо k, k, k0. Будет та же самая функция, которая к l2 не прижит, в степени и к 0x. При ε, равном 0, это не лежит в l2. Ну, ладно, ну, как бы вы готовы на это сквозь пальцы посмотреть. Главное, все члены последовательности принадлежат l2. А то, что там предельная точка не прижит, ну, мы ее там заменим на пределы этой последовательности, это свойство сохраняется. Это не самое страшное. Вот такие функции мы называем функциями непрерывного спектра. Те, которые сами, может быть, и не принадлежат l2, но зато вот любой волновый пакет, построенный из них, принадлежат l2. Пси большое, принадлежат l2, то есть, Пси маленькая, функция непрерывного спектра. Сигма целом означается. В этом непрерывном спектре все не так. Мы, соотношение ортогональности обычных функций, как вы помните, какое соотношение ортогональности, Сигма, у нас было такое соотношение интеграл, Пси МТ от Х сопряженное на Пси МТ от Х по ДХ. Это же было, скажем, от нуля до единицы. Вот в предыдущей задаче это же было просто склярное произведение Пси МТ от Х. Пси МТ на Пси МТ давайте так. Равняется дельта МН. Это соотношение ортогональности. А вот для этих функций непрерывного спектра там же нету индексов этих и дельта символа нету. Поэтому его пишут так для Сигма С. Это интеграл от минус бесконечности до бесконечности Пси лямбдовая от Х сопряженная на Пси лямбдовая от Х а здесь же лямбда штрих под ИХ равняется дельта от лямбда минус лямбда штрих. Вместо дельта символа пишут дельта функцию но это уже совсем другая нормировка. Это называется нормировка на дельта функцию. вот мы можем но соотношение полноты такой же полнота Сигма П сумма ПН Кси энтая от Х Кси энтая сопряженная от Х штрих равняется дельта от Х минус Х штрих. А в неправильном спектре но опять интеграл будет Сигма С будет интеграл Пси лямбда В от Х Пси лямбда В сопряженная от Х штрих поды лямбда равняется дельта функции от Х минус Х штрих. Вот. Ну в каком-то случае конечно они усложнились там такие простые суммы были для нормировки там и вот такое простое соотношение суммы для полноты но в другом каком-то смысле это даже проще видите тут одинаковые интегралы как в преобразовании Фурье только там надо помнить что знаки разные а тут вообще даже все одинаково только тут по лямбда тут по Х они в каком-то смысле равноправно входят вопрос о том что проще вопрос спорный но здесь настолько же простые соотношения но свои вот ну давайте теперь возьмем и второе перейдем ко второму пункту свойства резольвенты свойства резольвенты вот у нас определена резольвента вот здесь поставим один и начнем свойства ее изучать первое свойство уравнение для RZ от X штрих который есть ну как всегда как и в для функции Грина возьмем этот оператор RZ обложим X и перейдем в координатное представление другими словами и это мы называем RZ от X и штрих я напомню что это ядро интегрального оператора того который действует как оператор резольвента вот такое представление всегда есть потому что а дифференциально нас интересуют дифференциальные операторы всякие ну если бы даже был произвольный интегральный оператор то равно резольвента была бы и она есть и используется в теории интегральных уравнений ну вот как и с функцией Грина удобнее решать задачу не искать вот какую-то формулу резольвент а то просто решать какое-то дифференциальное уравнение на резольвент какое же будет дифференциальное уравнение ну такое же как на функцию Грина только вот с таким вот оператором Z минус A Z минус A на RZ от X и штрих равняется дельта от X минус и штрих 2 то есть RZ это функция Грина оператора Z минус A вот такой же просто резольвент поэтому ее изучать в теме функции Грина это просто функция Грина вот такого оператора из которого вычли комплексное число ну да конечно дальше можно этому числу большой смысл передать если это число принадлежит спектру оператора А тогда обратного оператора не существует по крайней мере в таком обобщенный может есть настоящего обратного оператора нету а если не принадлежит спектру тогда всегда существует это называется резервентное множество точно так же как в случае конечного конечномерного пространства если матрица там лямбда минуса вот это лямбда е минуса имеет нулевой определитель ну тогда соответственно мы не можем ее обратить на никаким способом второе свойство можно поставить такую же задачу на собственное значение резольвенты rz от на psi лямбда равняется нюл на psi лямбда вот это спектральная задача для оператора резольвента я простые утверждения делаю собственные функции будут те же самые что у оператора а все лямбда те же что у оператора а лямбда лямбда з минус минус а минус первое какие у а функции может ничего не делали только числа какие-то добавляли вычитали а вот собственные значения не такие но их тоже легко посчитать а а а собственные значения не уравняется единица разделить на z минус ламбда давайте я не буду выводить эту форму вы ее сами выведите резольвент это z минус а в минус первой степени собственно числа по такой формуле пересчитываются хотите вряд разлагать хотите умножать а из этой минуса и так и так можно доказать третье значит давайте напишем теперь спектральное разложение резольвенты в теории функции грина мы это назвали разложением по проекторам давайте я напишу огромную формулу потом буду рассказывать каждый снял что у нее обозначается rz от x и x равняется сумма пси nt от x пси nt сопряженно от x трих различ на z минус лямбда nt лямбда nt и сигма p плюс сумма пши интеграл си си лямбда x пси лямбда v сопряженно от x трих влияет на z минус лямбда до лямбда в такая формула дальняя смысл не очень простой вот эти вот psi nt скажем на cn сопряженные только в жертвых штрих это как мы знаем проектор это собственное пространство вот мы любое интегральное ядро любого оператора l там разлагали по этим проектором здесь впереди стояла собственное число умножить на проектор и такая сумма ну когда функции green изначали мы тогда не рассматривали случай непрерывный респект только дискретно а тут собственно числа вот они z минус лямбда и на эту крючей знаменатель и вот и все это обычно то что мы для разложения оператора по проекторам у нас тема называлась в начале функции green это был а теперь плюс еще добавился это все только по лямбда который лежат дискретно в точечном спектре а это контин контину сибу подает и непрерывный спектр вместо суммы то стоит интеграл падали смысл тот же самый тоже проекторы вот ну давайте сама эти все проекторы просуммируем про интегрируем поскольку непрерывный то они там так вот все рядом лежат собственное значение о про интегрируем по ним но еще тут сумма какая-то пожи появилась вот чего тут лишнее кажется нет не лишнее потому что эти собственные значения могут быть еще и вырождены вот одно и то же лямбда оттуда может три разных собственных функций принадлежать вот это же верхний индекс по нему надо суммирующих еще совсем все в проектора на все 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 состояй на все пси не на все лямбда лямбда еще с несколькими пси может быть вот вот смысл этой суммы вот это спектральное разложение резольвенты ну совершенно как бы его даже доказывать вот такой вот ну конечно надо доказывать другое что для этого оператора там существует полная система собственных функций точнее его собственные функции образует полную систему по которой можно любую функцию из l2 разложить но это отдельный вопрос сложный мы с вами ограничились всегда рассматривать будем рассматривать отрицательно определенные эрмитовые операторы них это точно выполняется возможно что есть операторы не такие более общие так сказать не такие хорошие но для них все равно еще выполнять но мы это оставили за кадром потому что матфизики именно такие операторы встречаются у лапласиана минус к в квадрате соответствующие отрицательно определенные как раз то что надо если вы забыли требования вспоминать лапласиан и он самосопряженный и так вот спектральное разложение давайте нарисуем плоскость комплексного переменного сет я так условно нарисую вас вот этого сигма c это непрерывный спектр это целый отрезок вот я здесь нужно сигма с интеграл по сигма c вот я здесь сигма c рисую один из вариантов вот такой отрезок на этом отрезке непрерывно лежат собственные значения этого непрерывный спектр а еще есть дискретный спектр вот я всегда так обозначил такими звездочками обычные полюса сигма пыль обычные полюса они друг от друга отделяются то есть скажем в атоме водорода когда стремится к бесконечности там сгущается урок там мы один полис не можем так отделить чтобы сколь угодно малой окрестности было не бесконечное число пульсов но то это не годится плохой оператор специальный такой а вот в общем оператор общего вида вот либо так либо так то есть какое-то количество таких отрезков какое-то количество лесов а поскольку мы рассматриваем армитовые операторы то это все всегда на действительной оси лежит вот так примерно выглядит картинка вот расположение этих особенностей а все что не на полюса ты не на разрезе это резервентное множество там этот оператор z минуса легко обратить и обратно это и есть резервенты давайте таким образом в резервенте давайте вывод сделаем есть информация о всем спектре вот рисуем нашли резервенту смотрим где полюса стоят отдельно это вот дискретный спектр где они это вот разрез там вот спектр уже знаем вот вопрос знаем ли мы собственные функции если знаем из овенки давайте посчитаем четвертое свойство это вычет давайте посчитаем вычет в каком-то полюсе лям днт вычет такой единицы на 2 пи на интеграл вот поэтому контур гамма который здесь нарисовал rz подлежать проинтегрируем на 2 пи разделим это и будет вычет полюси z равняется лям днт рz зная спектральное разложение вот мы сразу же это самое найдем этот вычет давайте смотреть во первых этот интеграл вас не волнует мы вот здесь движемся вокруг этого полюса изолировали так внутри контура никакого другого полюса не было ну не может вот здесь быть бесконечно малое расстояние всегда можно как-то пройти разрез не задеть за счет этого интеграла ничего у пеников вклада не будет от этого только одно слагаемое останется за травня селям дн ну позад продифференцируем и дниться в знаменателе будет на 2 пи умножать даже не надо нам потом разделить вот и все вот будет просто все это от x все это сопряженный от их штрих посмотрите это еще тоже не все при этом же лям дн тоже может быть дискретном спектре несколько собственных функций тоже может быть вырождение у нас не надо об этом предупреждать мы всю первую половину семестра всякие вырождение изучали еще сумму пожили взять верхние держа означает вырождение и так вычет в полисе это сумма проекторов возносящихся который проектирует состояние который соответствует данному собственному значению собственной функции может быть несколько если есть вырождение но собственное значение от могут в собственное значение вокруг какого полюса обошли вот если мы знаем сумму проекта мы как правило можем найти сами собственные функции да понимаете вот то есть не не полная информация о собственных функциях но очень большая в резольвенте есть правда в дискретном спектре что же будет непрерывный спектр ну давайте перерыв сделаем после перерыва я вам про непрерывный спектр расскажу помните так у нас было в теории группе рейма бигнера была она позволяла проектировать на какое-то неприводимое представление если представление в полное просто приводима то есть один раз входит а если два раза входит если есть кратность ну тогда непонятно куда проектирует в этом все вместе проектирует а какое конкретно подпространство неизвестно вот так тут так и тут в общем случае когда нет никакого рождения то у нас это просто точно проектирует куда надо нужную функцию а если у нас несколько функций но это вырождение за те что-то чему-то равно к это очень симметричная ситуация и тогда не удается совсем точно спроектировать а то стоит сумма проекторов но это все относится только к дискретному спектру а если непрерывный спектр что тогда делать вот последнее пятое свойство будет непрерывный спектр давайте посчитаем скачок на разрезе то есть вот у нас две точки есть вот и мы хотим вот давайте такую стрелочку нарисую перейти вот от нижней точки к верхней одна лежит на нижнем берегу разреза другая на верхнем то есть rz при z равняется лямбда плюс и эпсилон минус rz при z равном лямбда минус и эпсилон ну или так пишут квадратными скобками означает скачок чего-нибудь лямбда плюс и эпсилон лямбда минус и эпсилон вот этот вот скачок вот таким посчитать для того чтобы найти эту формулу давайте сначала вспомогательную найдем но ясно что мы будем делать мы возьмем формулу 3 потом я там вам руками пока что от это не входит поскольку лямбда и близко не лежала от этой точки а вот только вот это раз непрерывный спектр а здесь нам надо будет z минус лямбда взять на нижнем берегу на верхнем берегу давайте сразу эту разницу и посчитаем единица на z минус лямбда минус и эпсилон минус единица на z минус лямбда плюс и эпсилон так вот нарисуется помогает на и вычисление означает вполне что это будет ну давайте к общему знаменателю приведем равняется z минус лямбда в квадрате плюс эпсилон в квадрате а здесь будет стоять 2 и на епсилон лямбда минус z сократится а епсилон удвоится наоборот в числителе а это что у нас такое смотрите давайте мы посмотрим на эту функцию вспомним мы такую же уже писали там по другому поводу вот если бы было не 2 епсилон а епсилон деленное на пи это было бы дельта функция то есть эта штука стремится к 2 пи на дельта функция z минус лямбда стремится при эпсилон стремящимся к плюс нулю вот ну нам и надо эпсилон плюс нулю мы самого-самого левого берега на правый там но близко близко находимся от разреза и там и там поэтому эпсилон нам надо устремить плюс нулю давайте здесь тогда равенство я сотру а прям удачу единица на 2 пи и давайте на вот такой скачок rz от лямбда плюс и апсилон до лямбда минус и апсилон равняется ночью 2 пирожить просто дельта функция будет и так нам надо под тот интеграл просто подставить дельта функцию ну что будет ну будет интеграл исчезнет да если дельта функцию подставить а вот сумма пожар останется и все больше ничего не станет сумма пожирь пси лямбдовая вот житовая от x и лямбдовая что у нас получилось у нас получилось точно такая же формула как дискретного спектра и это заставляет глубоко задуматься это означает только одно почему получается одинаковые формула что вот эти вот разрезы они тоже связаны с полюсами когда-то у нас были полюса примере 2 пи квадрата n квадрате напомню ритма и потом мы начали устремлять бесконечности у нас эти полюса становились все ближе 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 вот вопрос еще как переходить пределу это всегда надо аккуратно делать у нас прошлом семестре было лекций когда мы выводили уравнение струны из уравния для грузиков пружинок вот мы там делали аккуратно этот предельный переход надо аккуратно делать вот в чем аккуратно состоит мы видим что у нас есть вычет каждом полюсе а когда полюсов становится бесконечное число мы должны делать так предельный переход что плотность вычета было одно и то же и плотность вычета это есть скачок на разрезе смотрите вот ровно такая же формула вот такой смысл разреза это просто слившиеся полюса когда-то до перехода к пределу это тоже такие же полюса были третий пункт вычисления резольменты давайте одномерный случай оператор будет опять тот же самый минус 2 по dx дважды наверное вам скучно я все время во всех примерах один и тот же оператор этот оператор и по и вы истину неисчерпаемый ну когда начнут уходить с лекции с меню оператор скучно скажет вот этот оператор мы хотим для него найти резольвенту то есть нам надо решить такое уравнение z плюс до 2 по dx дважды вот чтобы не было здесь минус я специально здесь минус за вот такое уравнение надо решить при этом ну ясно что это будет непрерывный спектр ну просто мы знаем мы про этот оператор уже все проверяли сигма c з равняется к в квадрате больше нуля то есть разрез надо вот этот плоскости проводить по положительным веществом за это у меня с к в квадрате ну оператор d2 по dx дважды должен быть отрицательно определен а минус должен быть положительно определенным так все правильно и он эрмитов значит на вещественной оси положительный определенно значит положительный по положительной полуоси надо разрезать вот такая будет картинка и все во первое это уравнение решать но мы такие уравнения уже решать своими умеем хорошо много-много примеров рассматривать первое что надо сделать воспользовавшись тем что коэффициента не зависит от координата зачеркнуть их штрих если кто-нибудь спросит я объясню что это означает а если не спросит даже объяснять не буду нет вопрос ну тогда дальше двигаемся теперь давайте вот это уравнение решать вот это за это равняется к в квадрате подставим ну у нас будет все первое будет и в степени к икс ну мы знаем что собственно ли функции те же самые мы их уже находили вот они это они и есть вопрос какие из них убывают на бесконечности там же нас и цель 2 должна быть функция которая там месяц квадратом чего-то для этого мы должны взять z равняется к в квадрате плюс и эпсилон с эпсилон больше нуля тогда к будет корень z будет к плюс и дельта с дельта больше нуля вот если мы из такого числа из к в квадрате отличаем корень то у нас тоже получается положительный я не буду формулу для дельта писать вы состоите из ртангенс какой-нибудь но важно что нам для меня важно не с ней формула то что положительное число тоже вот такой корень который так вот пишут корень из единицы равняется плюс единицы арифметический корень это главная ветка квадратного корня или арифметический корень тот который из плюс единицы единица а не минус единица вот у него если маленькая положительная мнимая часть его как квадратом туда у корня из к в квадрате плюс и эпсилон будет тоже положительная часть тогда давайте вот у этого к будем считать что маленькая положительная часть вот при экстреме часах плюс бесконечности вот эта штука убывает значит надо так писать rz от x равняется а и в степени и к x при x меньше нуля б е в степени и к x при x больше нуля смотрите когда x меньше нуля то из-за того что у к положительная часть надо минус минус и к x брать чтобы убывала вот они убывающие а то другое решение там и там не годится иногда так прямо и говорят когда уровень второго порядка рассматривать одно плохое решение одно хорошее прямо даже в книжках так пишут вот вот это хорошее решение написал плохие отбросил то есть два коэффициента я уже нашел из граничных условий а теперь я два коэффициента найду условия на скачке а равно б это чтобы непрерывность функции соблюдалось и 2 и к равняется единицы этой нижней продифференцировал верхней из нижнего вычетил верхняя продифференцированная и приравнял скачок единиц отсюда а и б и есть отсюда следует что а и б это единица на 2 и к все мы нашли коэффициенты пишем ответ rz от x и к штрих равняется единица на 2 и корень и z к на есть степени и корень и z так и больше на x минус их штрих вот так посмотрите при их больше нуля должно быть и к x при смене что-то минус и к x а их штрихи обратно восстановил я не через x больше x меньше а сразу через модуль написал как раз так тоже годится функция через модуль всегда можно писать иногда очень хорошее выражение получается это выражение если вспомнить что корень и z к просто совершенно ясно естественно это одномерное уравнение геймбольца для него функцию грейна проходили она должна быть где расходящейся волны одномерный там неважно вот она расходящаяся волна и в степени и к модуле р минус р штрих делить на этот самый модуль р минус р штрих ну а в одномерном не надо модуль если в трехмерном там было бы единица на р минус р штрих в двумерном там был бы логариф ну ни корень и z там цилиндрическая волна была бы здесь просто плоская волна поэтому зависимости от р впереди в амплитуде нету так что это вот когда такую проверку качественно его держит наверно правильный ответ давайте теперь самое интересное найдем скачок этой резервенты на разрезе ну нам не посчастливее полисов у нее нету вычисто не можем найти мы бы нашли конечно если бы он был но нету полисов а вот разрез у нее есть вот давайте проверим пятое свойство на конкретном этом примере единице на 2 пи скачок рз вот он у нас написан лямда плюс и 0 лямда минус равняется значит смотрите когда лямда плюс и 0 на верхнем берегу мы знаем что там совсем близко к берегу это лямда равняется к квадрате лямда плюс и 0 а лямда минус и 0 на нижнем берегу что будет корень из к квадрате вот это вот корень давайте так к равняется корень из а здесь вот корень мы же не можем извлечь такой мы не знаем какую ветку там нам и через разрез перешли как переходить через разрез то даже вот надо разобраться хоть оказывается ты в кп там все очень просто никто ник не ходит через разрезов какой всегда ходит в обход а вот мы знаем как идти там раз все теоремы справедливо что такое давайте от места чтобы вот по этой жирной стрелочки вот так вот перейти вместо этого давайте вот так вот вход в заднюю в другую сторону по часовой стрелке вот так вот обойдем по большой окружности то есть вот надо вот чтобы найти на так это ну вот на нижнем берегу где-то было как квадрате пускай так ладно а на верхнем тогда что будет на верхнем будет к в квадрате вот надо это как в квадрате умножить на е в степени 2 пи вот так вот вот это вот такой будет корень нам думать не надо мне и не будем переходить через разрез мы перейдем там где мы все знаем ну как вы стараетесь идти в городе по знакомую улицам они по незнакомым чтобы не заблудиться там не попасть неприятности это будет минус к ну так и должно быть для второго порта квадратной кори второе значение плюс к 1 1 другой минус и так вот этот скачок будет равен это все помогать или вот здесь значит единица два и здесь скобка значит нам надо сначала у нас на нижнем на нижнем у нас к было то есть единица на к на е в степени и к модуль x минус и штрих минус опять на вот на плюс на плюс у нас надо к на минус к в тюрьме здесь будет минус к здесь будет есть минус и к на модуль x минус и штрих я должен указ сменить знак и в показатели экспоненты знаменателе вот я это сделал ну смотри там плюс стал и вместо 2 2 экспонента с плюсом это косинус тогда еще и двойка сократится а то кстати и пи сокращается на минус 2 а осинус к x минус и штрих минус это самое да 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 здесь к то есть вот минус лишний наверно где-то я не то написал да что есть какое-то соображение в общем вот этого минус остается на моей совести где-то это вернишь не в ту сторону скачок посчитал должно быть единицы на 2к так и пи пи у нас нет пи у нас еще тоже осталось вот должно быть так что и сократилось да пи сократил вот это здесь нету никого пи тут пи нету никого ты вот почему я говорю пи здесь должно быть потому что они это я неправильно писал минус у нас лишнего 2 пика здесь должно это видите я не написал начали модуль можно его написать но не обязательно выписать косинус чётная функция поэтому это будет и внизу на 2 пика косинус к x косинус к и штрих плюс синус к x синус к и штрих ну что это будет такое а теперь смотрите что это такое это сумма проекторов пси-катая первая от x равняется косинус к x на корень из 2 пика и вот то что здесь стоит это просто сумма проекторов а почему двукратное врождение потому что мы знаем что в непрерывном спектре и так как не бери вот первое что мы взяли степени к x и минус и к x у них одинаковое как квадрат собственное число но это волна бегущая вправо и волна бегущая влево в одномере больше ничего и нету кроме вон бегущих вправо и влево а здесь соответственно вот мы перешли там другим функциям ну вот как этим ну бы неважно в рождении то все равно осталось синусы косинуса будет действительно круто а корень из 2 пика это вот та самая которую мы с вами рассмотрим номеровка на дельта функции вот при такой нормировки будет выполнять те соотношения полноты и ортогональности которые мы с вами писали для непрерывного спектра так что мы зная резольвенту оператор все про этот оператор сказали уже для самостоятельной работы если кто пожелает в этом разобраться оставляю два расчета первое проверить вот для этих функций полноту и ортогональность непрерывном спектре сами проверьте тогда вы все с этим разберетесь и не не будете с непрерывным спектром квантовой механики путаться и второе есть еще две задачи которые решаются двумерная и трехмерная резольвента находится для оператора до места до 2 под их дважды лаплас двумерный лаплас трехмерный но там весь это резольвент довольно трудно эти да хотя бы с волну то есть изотропную часть этой резольвенты вот изотроп на часть находится и находится скачок и все 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 там про эти функции можно сказать